Я начну со слов благодарности. Я благодарен за приглашение учащегося в этой конференции, потому что для меня это выступление очень важно. Я объясню почему. Немало моих текстов выложено в интернете, они используются и в Википедии, и очень много обсуждений в интернете, особенно на форумах. Но для меня, честно говоря, удивительных и неоднозначных обсуждений, из которых я понимаю, что мало кто понимает, о чем я тебе пишу и что я тебе это изучаю. Вот поэтому я и хочу сегодня, во-первых, объяснить, что это за тематика, во-вторых, как я к ней пришел, в-третьих, как к ней надо относиться, и из чего она состоит, ну вот такой круг вопросов. Вот Вячеслав Аркотин в своем выступлении упомянул очень интересную вещь – неоднозначность слов. Вот я тоже буду говорить о неоднозначности, о неоднозначности исторических версий, потому что у нас с советского времени историю воспринимают только как историю, такую единую науку с заглавной буквой «И» такая, стабильная история, то есть позитивистка в таком смысле. Наука, которая ищет истину и достигает истины, и тоже истина с большой буквы. Так вот, из своих исследований, которые я провожу уже около 20 лет, я пересхожу к выводу, что истин-то на самом деле очень много. Все зависит от того, от угла зрения, что ли, от того, где стоит человек, откуда он смотрит на эти истины. А вот где он стоит, вот мы сейчас это и обсудим. Так вот, в течение последних 20 лет наука обрела новое качество. В условиях демократизации она стала частью масс-культуры. В этой проблеме имеется особый ракурс, связанный с жадным поиском далеких предков, чем в годы перестройки активно занялись интеллектуальные элиты, представлявшие активные этнические группы. Это демонстрировало своеобразие культурного творчества в революционных эпохах в условиях лунки старого вклада и становления нового. Особенно захватывающими представлялись этнические конструкты, с одной стороны, отважно отвергавшие прежние академические догмы, но с другой, слепо следовавшие устоявшимся академическим канонам в рамках сложившегося к тому времени более исследования этногенеза. Что это за явление? И почему, мечтая о будущем, люди всеми силами устремлялись в прошлое? Причем не в ближайшее, а в отдаленное. Покрытие врагов за дверью. Что они там искали? Чего они от этого ожидали? В годы перестройки этот вопрос встал перед многими специалистами. Но сейчас я объясню, чем отличается мой подход. Дело в том, что специалисты почувствовали начало очередного переписывания истории. Но, во-первых, интерес очень многих ограничивался только в советской времени, то есть переписыванием советской истории. Во-вторых, многие концентрировали свое внимание только на тех ревизионистских версиях прошлого, которые создавались у них на глазах. То есть речь шла о последних 20-25 лет. Это второй момент. И, в-третьих, интерес вызывала, прежде всего, большая политика, которая делалась в центре, и которая оказывала безусловное влияние на конструирование его образа прошлого. На этом фоне этнополитический фактор многим казался маргинальным и не привлекался к той же пристынному вниманию. Между тем, в стране нарастала элитическая напряженность. Кое-где она перерастала в столкновение, и даже в кровавые войны. Выход из этих конфликтов и предупреждения требовали понимания причин и стоявших за ними проблем. А это неизбежно приводило к факту идеологии. И обнаружилось, что такая идеология неизменно апеллировала к образом прошлого, создававшимся местными теоретиями. При этом, что интересно, основываясь на одних и тех же исторических факторах, исходя из общих методологических установок, ученые из соседних республик приходили к разным, порой диаметрально противоположным выводам относительно прошлого своего и своих соседей. Мало того, обнаружилось, что конструирование опытов прошлого, которые отклонялись от находившейся под жестким контролем ортоноциальной версии истории, началось задолго до перестройки и охватывало едва линию всю советскую эпоху. И вот та альтернативная история, которая активно выстраивалась в регионах перевозные годы, опиралась на более ранние традиции, без анализа которых ее нельзя было ни понять, ни оценить. Развитие науки определяется сложным сочетанием интерналистских и экстроналистских факторов. Но если внутренние факторы развития науки регулярно и успешно исследовались в рамках историографии, то с внешними факторами, то есть стоявшими вне рамок науки, с этими факторами дело обстояло совершенно иначе. В советских условиях их изучение было невозможно без обращения к особенностям государственной внутренней политики. Ну а это, как вы понимаете, блокировалось советской цензурой и оказывалось совершенно безнадежным делом. Но вот отсюда устойчивое обращение российских ученых к так называемой политизации, что и до сих пор достаточно определяет достаточно односторонний и, на мой взгляд, ущербный подход к истории науки. Но вот с падением цензуры оказалось возможным полноценное изучение внешних факторов. И обнаружилось, что ученый является вовсе не небожителем, которым он был в окружающей обстановке, а таким же членом общества, как и все остальные. Но в силу своего профессионального вложения историк одновременно должен был исполнять обязательности работника идеологического фронта. И это создавало атмосферу твоей мысли. Перед специалистом вставал вопрос о том, каким способом и в каком контексте можно было выразить свои истинные убеждения. Это было тем более актуально в этнической среде, которая чутко реагировала на этническое соперничество и дискриминацию. Не имея возможности об этом заявить, местные интеллектуалы выработали особый метафорический язык, формально обращенный в прошлое, но фактически описывающий как ущербную современность, так и мечты о справедливом будущем. Вот этот момент я прошу вас иметь в виду. Я специально хочу обратить на это внимание. Вот этот изоповый метафорический язык, который сегодня присутствует. Кстати, ученые не всегда делают это сознательно. Иногда это как бы неосознанно происходит. Но и не только ученые. Особенно вот так, в альтернативной истории, которая пишется уже не учеными, а просто интеллектуалами. Там вот этот фактор присутствует сплошь и рядом. Но напомню вам, что одним из первых я это использовал на мутерске еще в конце XVIII века. Он писал о Турции, как бы, внести, но фактически он писал о современной ему Франции. Но тоже вы найдете сегодня, как я говорю, сплошь и рядом. И не только у нас в стране. Так вот, речь шла об изоповом языке, где образы отдаленного прошлого были призваны успешно преодолеть травматическую память и активно противостоять тому, что являлось или считалось дискриминацией. В таком контексте далекие предки выглядели уже не ушедшими в небытие тенями прошлого, а полными сил агентами будущего, зовущими вперед к новому свершению. Предки и связанное с ними славное прошлое становилось действием политическим символом, призванным способствовать общественному сплачению и социальной мобилизации. То, что официальные советские идеологи годами фрактовали как недопустимую идеализацию истории, оказывалось вовсе не прихотью отдельных наделенных фантазий авторов, а настоятельной потребностью этнических групп, нуждавшихся в психотерапии и расчищавшихся место под тунцом солнца срого режима. Еще один момент. Вопреки ожиданиям советских идеологов, общая история отнюдь не сближала людей, она против разделяла. Потому что, опираясь на память о предках, они непорядка оказывались по разной форме марикад. Даже соседние народы, казалось бы, имевшие единое происхождение общих предков, всеми силами отказывались от такого родства и устраивали для себя особые исторические конструкции, радикально обличавшие их от соседей. Современные люди, например, вот я еще ниже скажу об этом, одним из регионов, которым я занимался, много, это Среднее Поволжье. Так вот, и Чуваши, и Татары претендуют на булкарских предков. Ну, потому что там когда-то была в раннем цепнякове в Волжской Булгарии. И, разумеется, булкарское население вошло в состав и татар, и чувашей. Но они те, не другие, не хотят признать за своим соседом родство с волжскими булгарами. То есть, чуваши развивают свою версию, где булкары, это предки, кто это, чуваши. У татар более сложная ситуация, но там тоже есть группа ученых, или так, направления, которые тоже присваивают и на себе булкарских предков. Ни те, ни другие не хотят, значит, этих предков друг другу делиться. Я вот таких примеров мог привести уйму, но сейчас нет на это время. Так вот, мало того, речь идет не только о соседних того. Дело доходило до раскола эмоциональных элит, раскатившихся в своем понимании предков и выбиравших для своего народа весьма различные генеалогии. В итоге, вопреки ожиданиям местных интеллектуалов, увлечение таким настроением не сплачило, она против раскалового. Последние 20 лет это наблюдалось в Татарстане, а 30 лет, то есть в советское время, в Азербайджане. Когда я говорю о Татарстане, я имею в виду борьбу между так называемыми татаристами и булгаристами, которые выводят татары от совершенно разных предков, а в Азербайджане это спор между тюрпистами и албанистами. Очень похоже. Нетрудно заметить, что все эти процессы вызывались не столько внутренними потребностями науки, появления новых документальных материалов или выработкой новых, более тонких метров исследований. Нет, не в этом было дело. А речь шла о преходящих этнополитических факторах. Поэтому адекватный анализ ситуации требовал выйти за пределы традиционной историографии и обратиться к особенностям политического контекста. Надо было изучить, во-первых, как повороты советской внутренней политики приняли на конструирование это национальное прошлое, а во-вторых, как местные историки и интеллектуалы в целом на это реагировали. То есть соглашались, сопротивлялись и вырабатывали из обоих языков. И в-третьем, какое воздействие на них оказывали местные политические условия, включая этнические травмы, обиды и представления насущие мы должны. Иными словами, когда я этим займился, я взял не последние 20-25 лет, которые мы видим, когда перед нами действительно идет переписная история. Я взял, как минимум, где-то 100 лет, то есть сначала 20-го века, ну там плюс-минус. И оказалось это очень-очень интересно, то есть вот, кто мои книги читал, знает. Получается, знаете, что у меня получилось? Что действительно за советским периодом, а началось еще до советского времени, политика внутренняя менялась несколько раз. И вот эти моменты хорошо известны и четко прослеживаются. И вот меняется резко советская внутренняя политика, и тут же, как в армии, местные историки во всех республиках, без исключения, поворачиваются, как по приказу, на лево, на право. И начинать выбирать новых предков. Или же это новый предок, или может быть это старый предок, но совершенно иначе переосмысливается. Потому что надо было списаться в новую политику. Иначе в 20-30-е годы есть и нефтишность грозила ладьями и смертью. Поэтому куда 21-го стоит. Благодарю. Спасибо.